Здравствуйте, дорогие друзья! Я много раз утверждал, что Пермь на данный момент является современным, динамично развивающимся городом. И в этом видео я хочу показать вам один из примеров такого развития. А именно, сегодня мы побываем в микрорайонах Данилиха и Староплоский Дзержинского района. Раньше на этом месте в подавляющем мощности располагались старые частные деревянные дома. Вид, особенно микрорайона Данилиха, был, скажем так, очень удручающим. Да и проблема всевозрастающего автомобильного потока стала достаточно острой. А это ведь практически центр города. Поэтому городские власти решили плотно заняться благоустройством этих двух микрорайонов. И процесс этого благоустройства мы с вами сегодня увидим. Итак, вначале давайте я вас ознакомлю с маршрутом нашего с вами движения. Начнем мы экскурсию с места по улице Столбовой от выставочного здания Пермэкспо к строящейся двухуровневой развязке. Далее пройдем по указанной улице. Посетим строительный участок этой развязки. От этого места к улице Луначарского совсем скоро будет проложена новая дорога с мостом через речку Данилиху. И по маршруту будущей дороги мы продолжим наше движение. Далее мы посетим строительную площадку уже выше упомянутого моста. После чего по пешеходному мосту пройдем через речку Данилиху, поднимемся по ступенькам и дойдем до перекрестка улицы Крисанова с улицы Луначарского. Далее вернемся к улице Пушкина. Пройдемся вдоль жилых домов и спустимся вновь к реке Данилиха. Перейдем через трамвайные пути и двинемся дальше по второй речной улице. А далее по левой улице вдоль современного жилого массива. Далее вернемся снова к строящейся дорожной развязке. Перейдем в шоссе Космонавтов и продолжим свое движение вдоль жилых домов Староплосского микрорайона. Пройдя через данный жилой массив, мы снова поднимемся по лестнице на Столбовую улицу. Перейдем ее и окажемся снова возле выставочного здания Перм-Экспо. Ну что же, давайте начнем наше путешествие. И начнем мы его, как я уже ранее сказал, с движения по улице Столбовой от выставочного здания Перм-Экспо к строящейся двухуровневой развязке. Вообще, расширять будут и саму улицу Столбовую, и мост через железную дорогу, и всю улицу Карпинского до перекрестка ее со Стахановской улицей. А сейчас, в связи со строительством, на этой развязке пока присутствуют определенные затруднения с автомобильным движением, а особенно в часы пик. Но думаю, что ради будущего решения проблемы по улучшению пропускной способности данного перекрестка, которая будет решена после завершения строительства развязки, можно немного и потерпеть. Сейчас мы находимся на территории строительной площадки двухуровневой развязки транспортных потоков на пересечении улицы Крисаново и шоссе Космонавтов. Заказчиком данного строительства является правительство Пермского края, а генеральным подрядчиком – акционерное общество АБЗ «Дорстрой». Вся данная дорожная реконструкция разделена на два этапа. Первый этап строительства начался в декабре 2021 года и будет проводиться до июля 2024 года. В рамках этого этапа сейчас возводится двухуровневая эстакада развязка улиц шоссе Космонавтов и Крисаново, большая часть которой уже построена. В частности, завершены работы по сооружению бетонных опор путепровода, на опорной части которых уложены и смонтированы металлические пролетные секции четырехполосного дорожного полотна, к которому предстоит еще возвести опорные стены и подходы к эстакаде. В том числе планируется переустройство коммуникаций, попадающих в зону застройки. Также будут установлены новое освещение и шумозащитные экраны, проложены тротуары, велодорожки и подъезды к развязке. Произведено благоустройство территории. В рамках первого этапа строительства, кроме строительства эстакады, будет выполнена реконструкция шоссе Космонавтов от улицы Плеханово до улицы Подгорная. Реконструкция улицы Столбовая, строительство ее части, подходящей к транспортной развязке. А также строительство части улицы Крисаново от транспортной развязки до улицы Полевая. В пределах развязки будет произведена реконструкция трамвайных путей, строительство новых остановок общественного транспорта, строительство водоотводных коммуникаций. Вот мы подошли к краю эстакады и видим, что для сооружения подъездного пути к ней со стороны шоссе Космонавтов расчищена только территория. Здесь предстоит выполнить еще немалый объем земли насыпных работ, после чего уже по насыпи проложат дорогу к путепроводу. По завершению строительства развязки она будет выглядеть следующим образом. Ну а сейчас давайте вернемся к развязке и продолжим далее наш путь вдоль трамвайных путей по маршруту строительства в рамках второго этапа будущей части Крисаново в сторону улицы Узначарского. Итак, сейчас мы с вами движемся по участку трамвайных путей, от которых совсем уже скоро начнется строительство участка улицы Крисаново от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Отдельный ее участок от шоссе Космонавтов до улицы Полевой будет построен уже в первом этапе общего строительства. А на втором этапе, который должен будет завершиться летом 2025 года, продолжится строительство участка улицы Крисаново от улицы Полевой до улицы Пушкина с возведением через речку Данилиху дорожного моста с тремя пролетами, длина которого составит 198 метров. К слову, его строительство уже начато, и мы с вами на этой стройплощадке обязательно побываем. Но вернемся к нашей дороге. Ее протяженность составит 553 метра. Это будет четырехполосная дорога, по центру которой проложат трамвайные пути. Также вдоль дороги планируется сделать тротуары, велодорожку, а также установить шумозащитные экраны. По ходу нашего движения вдоль будущей трассы, на ней запланирован второстепенный проезд с местами для парковок к многоэтажному жилому массиву, который мы видим сейчас с правой стороны. Кроме этого, от дороги еще запланированы дополнительные полосы для левого поворота на Данилихинскую улицу. А также предусмотрим проезд от улицы Крылова до улицы Комунаров, который пройдет под строящимся мостом через речку Данилиху. Кстати, обратите внимание на современные многоэтажные жилые дома, представшие перед нами. Совсем сравнительно недавно на их месте было захолустье, состоящее из старых деревянных домов. А теперь вон какие выросли красавцы. Но, впрочем, мы вдоль них еще прогуляемся. А пока продолжим наш путь с правой стороны от будущей дороги. Так вот, в рамке рассматриваемого нами дорожного строительства второго этапа, также попадает участок, на котором построят дорогу, соединившую в последующем улицу Крысанова с улицей Крылова. А мы тем временем подошли к строительной площадке моста через речку Данилиху. Давайте пройдем на ее территорию и посмотрим, на каком этапе там идут дела. Признаюсь, поначалу у меня сложилось впечатление, что на данной площадке строительные работы пока не ведутся. Но по мере продвижения к территории строительства самого моста я понял, что глубоко ошибался. Работы ведутся, и очень даже интенсивно. Поначалу, когда я подошел к котловану, то увидел рабочего, который сосредоточенно с помощью отбойного молотка обрабатывал бетон вокруг металлических прутьев опор будущего моста. Да, работу, которую он выполнял, легкой назвать трудно. А поэтому не будем ему мешать. Пусть занимается своим делом. А мы пойдем дальше. И впереди мы видим еще рабочих, которые как раз в это время создают металлическую сетку-арматуру опоры моста, которая после заливки ее бетоном придаст создаваемой опоре дополнительную прочность. Далее уже стала видна работающая техника. Справа стоит мощный самосвал, на котором подвозятся на стройку разные материалы для строительства и вывозится в освобождающийся из котлованов стройки грунт. Также видны уже полностью готовые опоры моста. А вот посмотрите, как их изготавливают. Сначала была сформирована арматура опоры, а потом с помощью крана, который стоит справа, на арматуру одевают металлическую трубу-опаубку, после чего вовнутрь ее заливают бетонный раствор. В итоге, после затвердевания бетона, получается прочная конструкция мостовой опоры. А здесь мы видим как раз ту самую сформированную, укрепляющую арматуру опор. Их еще не успели залить бетоном. И поэтому их каркасы мы можем внимательно рассмотреть. Ну и далее мы видим работающий экскаватор, роющий какой-то котлован и загружающий высвобождающийся грунт в грузовой автомобиль самосвал. А вдалеке виднеется устройство, которое то ли забивает свай, то ли сверлит отверстие на установке опор. Я не специалист, точно не могу сказать. Но одно несомненно, он занимается возведением опор нашего моста. А чтобы поближе посмотреть на работу экскаватора, я полез через сугроб снега и подошел к самому котловану. И тут прояснились многие процессы. Прежде всего стало понятно, что агрегат, который стоит вдалеке, сверлит отверстие, в которое потом вставляются металлические трубы. Предположу, что это такая технология изготовления очередной опоры моста. А вообще это завораживает. Очень хотелось постоять и еще посмотреть на процесс строительства. Но тут появился очередной самосвал под загрузку следующей порции грунта. И чтобы не мешать им делать свою работу, я, понаблюдая за тем, как грузовик становится под загрузку, покинул эту интересную стройку. Конечно же, мне захотелось посмотреть на всю эту площадку с более высокой точки осмотра. Я ранее ходил по этим местам и поэтому знал, что здесь недалеко есть пешеходный мост через речку Данилиху, за которым имеются ступеньки, по которым можно подняться на гору, которая находится впереди нашего дальнейшего маршрута. И я продолжил свой путь. Так что мы подошли вдоль теплотрассы к мосту. И, кстати, сейчас с правой стороны вы видите отголоски прошлых лет. Старый полуразвалившийся дом, которых ранее здесь было достаточно много. По ходу нашего маршрута мы еще не раз будем натыкаться на такие отголоски прошлого, которые еще не успели разобрать в утиль. Впрочем, вот мы уже подошли к пешеходному мосту. Так что давайте поднимемся по лестнице на него и пройдемся к следующей лестнице, по которой мы уже поднимемся на самую гору. А вот и речка Данилиха. Это довольно небольшая, но в прошлом достаточно вонючая водная артерия. Сейчас, правда, запаха слышно не было. То ли по причине зимы, то ли ее перестали загрязнять. Не знаю. Но нам нужно двигаться далее. Поэтому давайте приступим к подъему по этой старой лестнице. поднявшись на склон, с левой его стороны мы еще наблюдаем старые частные дома. И много-много снега. Да, в этот раз зима у нас оказалась очень снежной. Но тем и хороша в наших широтах погода, что если зима, то зима по полной, без всякой противной слякоти. Ну а мы, поднявшись на склон, давайте залезем на теплотрассу и самые ее вершины окинем взором всю стройку и окрестности речки Данилихи. Перед нами откроется весь пейзаж местности, показывающий прошлое, настоящее и будущее микрорайона Данилиха. А вот так будет выглядеть мост после завершения его строительства. Ну что же, друзья, наше путешествие продолжается дальше. А поэтому давайте слезем с теплотрассы и продолжим наш маршрут. И вот с левой стороны мы уже сблизка видим те же самые арматурные конструкции опор моста. Сейчас мы находимся на улице Подгорной. Давайте выйдем на улицу Кресанова и продолжим по ней движение в сторону улицы Луначарского. С этого места и далее улица Кресанова уже будет продолжаться в хорошем состоянии. Давайте еще немного по ней пройдемся и на перекрестке данной улицы с улицы Луначарского повернем в обратную сторону к улице Пушкина. Вот мы и добрались до перекрестка улицы Кресанова с улицей Луначарского. Это место я выбрал для того, чтобы вы увидели конечную цель реконструкции всех объектов дороги, которые мы посетили ранее. Именно сюда в будущем будет перенаправлен автомобильный поток, что в итоге разгрузит трафик, проходивший через площадь Центрального рынка. Ну а мы отправимся в обратный путь. И на этот раз наш маршрут будет проложен среди объектов жилой и деловой инфраструктуры, которая стала возводиться вокруг данной стройки. Поэтому мы свернем на улицу Пушкина и продолжим по ней свой путь вдоль жилых многоэтажных домов. Этот квартал является наиболее старым из тех, которые мы посетим. Самым примечательным и новым зданием в нем являются разве что апартаменты 17-го орбитажного апелляционного суда, которые мы видим сейчас с правой стороны. А вот через дорогу вы видите забор? Так вот, совсем недавно там тоже находились старые деревянные дома. состояние которых было ужасное. Но вот раз и нет их. Думаю, что для этой освободившейся территории найдут достойное применение. А мы тем временем повернем направо и пройдемся по переулку вдоль небольшого скверика и пятиэтажных зданий, в которых предположительно располагаются общежития до Подгорной улицы. Вообще в этом квартале ничего примечательного в общем-то и нет. Просто следуя по этому маршруту мы сможем пересечь речку Данилиху, перейти через трамвайные пути и попасть в новый, совсем недавно построенный жилой массив. Поэтому давайте спустимся по тропинке вдоль автомобильных гаражей к реке. И кстати, посмотрите на разрушенные деревянные дома, расположенные среди бурелома деревьев. Это еще одно немое свидетельство того, что здесь было до реорганизации данного микрорайона. Ну а мы с вами перейдем через трамвайные пути и направимся к новому жилищному массиву, о котором я вам раньше говорил. Хотя нет, небольшое лирическое отступление. Хочу показать вам одно интересное место. По левую сторону от нас продолжает свой путь река Данилиха. Так вот, на зимовку в ней обосновалась целая стая диких уток. Тут их просто немерено. Вот посмотрите сами, какая милота. Да плюс к этому еще добавились и голуби. Ну прямо настоящий птичий двор. твой ходит. خر птичий твой хел милота. Хел твой ходит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ведь, как я уже ранее говорил, прежде на этом месте были обветшалые старые деревянные дома, которые никак не красили колорит нашего города. Застройщиком данного комплекса является крупная строительная компания «Сатурн-Р». Ну а мы снова возвращаемся к строящейся развязке шоссе «Космонавтов» с улицы Крисаново. Давайте пройдёмся вдоль строительной площадки в сторону центрального рынка. Конечно, здесь присутствует рабочая обстановка, но по-другому и не может быть. Ведь это стройка, и до её завершения ещё пройдёт немало времени. А пока мы видим, что всё асфальтное покрытие снято. Проводятся земельные работы. С левой стороны прорыта канава, рядом с которой лежат пластиковые трубы непонятного назначения. По всему видно, что дорога здесь будет существенно расширяться. Ну а мы пройдём вдоль остановки общественного транспорта к светофорному пешеходному переходу, перейдём на противоположную сторону шоссе «Космонавтов» и продолжим движение уже по Староплоскому микрорайону. Здесь тоже есть что посмотреть. Как мы видим, с этой стороны улицы тоже ведутся грунтовые расширительные работы. А наш дальнейший маршрут пройдёт вдоль жилых пятиэтажных кирпичных домов 68-х годов постройки. Выглядят они пока неплохо, поэтому возможность того, что их снесут, на данный момент крайне невелика. А во дворе домов прямо впереди перед нами виднеется здание общеобразовательной школы, в которой также присутствуют разные спортивные клубы. Так что с инфраструктурой здесь пока всё достаточно неплохо. Единственное, конечно, плохо, как, впрочем, и везде в Перми, так это проблемы с парковкой автомобилей. Их тут полно везде. И припарковать свой автомобиль практически невозможно. Единственное, есть надежда, что после окончания строительства дороги, в этом месте с парковками должно стать полегче. Ну а мы вернёмся к улице шоссе Космонавтов и продолжим дальше наше движение вдоль внешнего фасада домов. Здесь мы видим множество магазинов и заведений в сфере услуг разных направлений. А вот перед нами современное девятиэтажное здание бизнес-центра, в котором расположены разные коммерческие и общественные предприятия. И вообще, само здание выглядит стильно и красиво. Неподалёку от вышеупомянутого здания бизнес-центра установлен памятник фокуснику-иллюзионисту профессору Пермского государственного института искусств Владимиру Данилину. Молодой Данилин сидит на стуле и держит в руках волшебную палочку, шляпу-цилиндр и голубя. Официально же монумент называется просто «Артист». Установлен он был 20 июля 2016 года. Ну а мы продолжим движение дальше вдоль магазина «Пятёрочка». Вообще, нужно сказать, что под этим брендом у нас в Перми сейчас существует самая распространённая сеть продовольственных магазинов. С ней на данный момент не может конкурировать никто. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, для покупателя всё-таки плохо. Там, где существует монополия, существует и возможность монополистам навязывать обществу свои условия. И это не очень хорошо. Однако я отвлёкся. Поэтому давайте вернёмся к нашей основной теме. Мы оставим в покое магазин «Пятёрочку», пересечём улицу Овчинниково и продолжим свой путь вдоль современного жилого комплекса под названием «Квартал 589». Дома этого комплекса были сданы в эксплуатацию с 2015 по 2017 года. Застройщиком является Пермский завод силикатных панелей. А вообще, история этого жилого комплекса подобная истории уже рассмотренного нами жилого массива «Данилиха». Он также построен на месте старых ветхих бараков. И нужно сказать, здесь очень всё гармонично обновилось. Мы видим и достаточное количество свободных автопарковок, и много детских площадок, и сами дома выглядят красивыми и опрятными. Только один я пока заметил недостаток, а именно полное отсутствие зелёных насаждений. Но это, я думаю, дело поправимое. Со временем появится и насаждение. А цветники, я думаю, и сейчас там уже есть. Просто сейчас зима, и всё покрыто снегом. Ну и ещё близость строящейся автострады. Но здесь, возможно, помогут антишумовые экраны, которых в большом количестве планируют установить по обочинам трассы. А в общем, данный жилой комплекс домов оставил у меня положительное впечатление. По моему мнению, здесь можно комфортно проживать. Ну а нам пора двигаться далее, к последней точке нашего путешествия. Поэтому давайте поднимемся по лестнице к улице Столбовой и закончим наше путешествие снова возле выставочного здания Перм-Экспо. Друзья, мы провели с вами на этот раз достаточно длинную экскурсию по двум микрорайонам, а именно Данилиха и Староплоский. И вы сами получили возможность увидеть, какие грандиозные проекты осуществляются сейчас в Перми для улучшения её благосостояния. Ведь, к слову сказать, это не единственный такой проект, который сейчас исполняется в нашем городе. И я уверен, что все они будут полностью выполнены. И наша Пермь с каждым годом будет всё краше. Одним словом, станет городом, которым мы гордимся и который мы любим. А я на этом буду заканчивать наше видео. И в конце хочу пожелать вам всех благ. До новой встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok